Что может случиться с человеком, если он часто ест жирную пищу? Как минимум поджелудочная железа может дать сбой. Холестерин повысится. Потерять здоровье можно. А вы к нам подойдете? У нас интересная программа, смешная. Почему некоторые люди приобретают желтый цвет лица? Болезнь желтухи. Не срабатывает печенка, поэтому идет по желтению лица. Ожирение, наверное. От яда человеческого. Камни какие-то в почках. Алкоголь. И нездоровый образ жизни. Поджелудочная железа. Это камушки собираются. Что за маленький мешочек у нас под печенью расположен? Желудочный пузырь. Пендицит. Зуб болит? У нас медицинская программа как раз. Местные, не местные, но тоже ж люди все. От патологии этого небольшого мешочка в форме груши страдает без малого четверть населения мира. Одни мучаются от сильных болей, у других начинается желтуха. Кто-то даже не подозревает о своей болезни, а кто-то умирает. Разобраться с этим недугом пытался еще древнегреческий хирург Гален. Он обнаружил, что люди желтеют из-за маленьких камешков по-научному конкрементов в желчном пузыре. Именно он находится под печенью и напоминает грушу. Позже болезнь так и назвали желчно-каменной. Ее сегодня обсудим. Это медсовет. Я Мария Татаринова. Здравствуйте. Не так давно 30-летняя женщина из Индии пожаловалась врачам на вздутие и сильные боли в животе после приема жирной пищи. Медики сделали УЗИ и насчитали в желчном пузыре пациентки рекордное количество камней. Больше тысячи. Несчастную прооперировали. И спасло то, что женщина хоть и не своевременно, но все-таки отправилась в клинику. А ведь многие больные до сих пор за лечением идут в интернет. Посмотрим, какие там дают советы. Бытует мнение, что камни в желчном пузыре можно легко растворить. Для этого нужно пить много теплой соленой минеральной воды. Называется метод Тюбаш. Другие сетевые эксперты советуют налегать на отвары из полыни зверобоя. А если надо выздороветь поскорее, и вовсе съесть сырой желчный пузырь курицы. Решаться на такую радикальную меру рекомендуют, если вы часто испытываете боль в правом подреберье. Это якобы и есть главный признак желчекаменной болезни. Давайте разбираться, что из этого мифа, а что правда. Это миф. Камни в желчном пузыре раздробить нельзя. И, к сожалению, на сегодняшний момент только операция по удалению полности желчного пузыря является радикальным лечением желчнокаменной болезни и его осложнением. Нет, боли в брюшной полости в правом подреберье могут связаться с массой заболеваний. И чтобы подходить более грамотно, нужно проводить скрининговые исследования, такие как УЗИ, гастроскопия. И иногда потребуется колоноскопия и выполнение компьютерной томографии. И консультации смежных специалистов в совокупности могут поставить правильный диагноз пациенту и вылечить его. Это неправда. Есть такое понятие, как дюбажи. И чем защелачивание кишечного тракта вызывает дополнительную стимуляцию перистальтики и сокращение желчного пузыря. И камни не растворятся. Это мог бы вызвать, наоборот, обострение желчнокаменной болезни. На моей практике такое было. И монетки прикладывали, и выпивали какие-то растворы, чтобы избавиться от камней. Кто-то ко мне из пациентов поступал, что растительное масло с водкой пить. Я скажу, что это неправильно. Другие люди будут пить какой-то другой концентрат и понимать. Нет, любым самолечением заниматься ни в коем случае нельзя. Я со стопроцентной гарантией утверждаю, что никакая народная медицина неэффективна. Никаких приемов дюбажей, желчи каких-то животных, каких-то отваров не могут привести к излечению данного заболевания. Надеюсь, у вас проблем с желчным пузырем нет и не будет. Но чтобы точно в этом убедиться, предлагаю поближе познакомиться с диагнозом. Камни в желчном пузыре и его протоках образуются при нарушении состава желчи и ее застои. Этому способствует жирная пища, богатая холестерином. Заболевания чаще встречаются у женщин. Ожирение и возраст – главные факторы развития недуга. Патология сопровождается тошнотой, горечью во рту, чувством тяжести, дискомфортом в правом подреберье. Наблюдаются различные нарушения стула. Если болезнь не лечить, может развиться некроз, абсцесс, желтуха, цирроз печени, билярный гепатит и онкология. Конечно, лучше болезнь предупреждать. Тем более в мерах профилактики нет ничего сложного. Мониторинг за своим организмом – это и есть профилактика всех заболеваний. Если у вас пациента беспокоят какие-то боли в брюшной полости, какое-то необычное состояние, то лучше всего начать с клининговых методов исследования – это УЗИ и гастроскопия. Исходя из этих двух исследований, мы уже что-то можем сказать о состоянии организма. Профилактировать – это нужно в соблюдении диеты. Мы должны выпивать большое количество жидкости, часто дробное питание, чтобы это не было однократным приемом пищи. Это все в совокупности может профилактировать это заболевание. Самый простой, безопасный и, главное, информативный метод выявления камней в желчном пузыре – это ультразвуковое исследование брюшной полости. Главное правило – перед процедурой желудок должен быть абсолютно пуст. При исследовании желчного пузыря мы обязательно должны посмотреть наличие конкрементов или полипов. Полипы – это пристеночное образование, неподвижные, в отличие от камней. То есть, если мы видим в желчном пузыре конкременты, мы должны обязательно определить, какое их количество и какие размеры. Это тоже очень влияет у гастроэнтерологов на тактику ведения. А можно не заметить на УЗИ камня? Скорее, нет, чем да. Вот так выглядит здоровый желчный пузырь. Мы видим гомогенный просвет, то есть в просвете нет ни конкрементов, ни взвесей, ни полипов. Это здоровый желчный пузырь. Ни одного полипа, ни одного конкремента. Да как же я тогда жила до 35 лет? Это значит, здоровый образ жизни вела, да? Да, и хорошая генетика. У данной пациентки мы видим, что полностью просвет желчного пузыря заполнен конкрементами. Просвета желчного пузыря не видно от слова совсем. Но опять же, если мы посмотрим на холедах, то холедах не расширен. Холедах – это проток желчного пузыря. И когда есть осложнение такое, как холедохолитиаз, когда камень может проскочить в холедах, и тогда могут быть осложнения в виде желтухи или повышения билирубина, что достаточно неприятная ситуация, которую компенсировать уже не так легко. Данной пациентке больше рекомендовано оперативное лечение. Итак, перед каждым оперативным вмешательством по поводу желчнокаменной болезни у пациентов выполняется диагностическая гастроскопия. Задача диагностической гастроскопии заключается в выявлении возможных патологических состояний слизистой оболочки желудка и луковицы ДПК, а также пищевода, таких как эрозия или язвенная болезнь. Для чего нам это нужно? В первую очередь, как правило, эрозивно-язвенные состояния возникают в связи со стрессом. Операция, даже плановая для пациента, это дополнительный стресс всегда. Плюс к тому же это введение медикаментов, это также и наркоз во время операции, что может усугубить состояние, например, при язвенной болезни и вызвать кровотечение. Как во время выполнения оперативного вмешательства, так и после. В чём опасность? При возникновении кровотечения, допустим, из язвы, во время операции нужно будет прекращать основную операцию и выполнять остановку кровотечения. После операционного периода также необходима будет остановка кровотечения эндоскопически или хитологически, что может усугубить также общее состояние пациента. Вот на этом видео представлена острая язва, буквально одна точка с активным, достаточно активным кровотечением. Ну вот тоже мы можем видеть огромную язву луковицы ДПК под фибрином. Это острая язва, которая, как я уже говорил, это стрессовые язвы. Операция является стрессом, она может добавить ещё, усугубить состояние, вызвать кровотечение. Также с эрозиями может быть. Эрозии тоже могут кровить. Соответственно, это может вызвать дополнительные проблемы при проведении оперативного вмешательства. К сожалению, ну, наверное, самая распространенная операция в больной хирургии – это опроскопическая кальцистиктомия. И риск и повреждение общежелочного протока, который является протоком, ведущим от печени 12-кешного кишку желчи, он остаётся высоким. В современном мире, ну, вы видите, да, с чёткой анатомией понимания процесса не всегда всё чётко видно. То есть и сейчас есть такое новое введение, как навигационная хирургия с использованием специального красителя. Специальный краситель, он тропен к желчным протокам. И за 3 часа, так называемая CG-хирургия, флуоресцентная хирургия, за 3-4 часа пациенту вводится этот раствор, он накапливается желчными протоками, и мы чётко видим, где находится граница, где анатомически находятся ориентиры желчного пузыря, где находится артерия, и мы эту операцию выполняем безопасно. Длительность операции, как говорили, от часа до полутора. Мы стараемся данную операцию при выполнять в хирургии одного дня. То есть пациент пришёл подготовленный, хорошая анестезия, небольшая травматичность операции, и на следующий день пациента чаще всего отпускаем домой. Скажите, а вот сами камни, они могут безопасно для человека, самостоятельно выйти из организма? Нет, они, к сожалению, выйти самостоятельно, безопасно из организма не могут, потому что во время прохождения конкрементов по желчному протоку, да, общему желчному протоку, вероятность того, что травмируется и возникнет задержка желчи, так называемый синдром холестаза, практически 100%. То есть камешки, даже проходя по общему желчному протоку, называют выраженное воспаление ткани печени, и организм реагирует воспалением. Как меняется жизнь пациентов без этого органа? Если мы говорим о пациентах с желчнокаменной болезнью, то однозначно пациентам операция делается для их комфорта, для профилактики каких-то осложнений, либо уже если эти осложнения случились. Чаще всего пациенты, страдавшие желчнокаменной болезнью, жалуются на то, что они могут адекватно принимать пищу. У них беспокоит боли в правой подреберной области, связанные с приемом пищи. Ну, камешек обтурирует просвет выхода из желчного пузыря и вызывает воспаление. Соответственно, мы удаляем причину болезни желчнокаменной желчной пузырь вместе с камнями. И пациенты живут довольны, кушают то, что хотят, с небольшими ограничениями. То есть через полгода пациент возвращается к обычному образу жизни. Затягивать, если у вас есть какие-то проявления желчнокаменной болезни, боли какие-то непонятные, связанные с приемом пищи, у вас есть каменосительство и камешки в желчном пузыре не стоит. Потому что дешевле профилактики нет ничего. Лучше в плановом порядке отционировать, убрать желчный пузырь, нежели мы получим какие-то грубые гнойные осложнения, которые могут привести, к сожалению, к летальному исходу. Мы заканчиваем операцию излечением желчного пузыря. Вот самый удаленный препарат. Видите, он такой грязный, весь с воспалением. И сейчас мы выложим в контейнер и закончим операцию. Размеры камней могут колебаться от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Но бывают и конкременты-гиганты. Самый большой в мире удалили у 69-летней пациентки. Он весил больше 10 килограммов. Это случай для книги рекордов Гиннеса. Однако чаще всего человек даже не чувствует, что с его желчным пузырем что-то не так. Камни обнаруживают случайно во время плановых обследований. Поэтому обязательно посещайте гастроэнтеролога хотя бы раз в год. Пейте достаточное количество воды, соблюдайте диету и режим питания. А еще прислушивайтесь к медсовету и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...